Релиз сделан по расчёте на клиповое сознание. Такие крупные заголовки, большие буквы. Военные базы в школах. Ведь всем известно, что полгода никакие школы давно не работают. Таких базов в школах они говорят. Там сказано где-то мелким шрифтом, что никаких учеников, школьников в школах нет. А в чём же преступление? Мы провели исследование в 10 регионах. И что же вы думаете? В 8 из них страшная вещь. Мы обнаружили в школах следы пребывания военных в них. То есть ни одного военного они даже в пустой школе не видели. Но они видели следы пребывания военных. Больше в этом разделе ничего нет. Всё преступление украинского. Дальше громадный заголовок. Ещё более страшный. Военные базы в госпитале. И что же в госпитале творится? Самое страшное, что они рассказывают, это вот как Микола Б, 50-летний, рассказал нам, что в госпитале, он видел, что в госпитале его города часто обедают военные. Вот это было самое страшное военное преступление. И никакого, ни одного фотографии, ни одного факта, что была расстреляна вот эта школа, вот этот госпиталь, погибли люди и русские стреляли, потому что там было ничего. И есть рекомендации. Нам известно, что в Украине есть густые леса. И вот следовало бы украинцам располагать артиллерию в густых лесах. Вот это уровень этого документа. Но оно же воздействует на сознание. Никто же не читает. Американский обыватель не будет же, как я, читать весь этот бред. На него заголовок. И два клиповых мема. Военные базы школы. Это сознательная. Это сознательная операция. Решается судьба мира. Идёт решающая схватка. А вот это западные правозащитники, либералы, журналисты, лидеры общественного мнения. Вот это большинство из них – это полезные аудиоты. Но вот общую такую картину включают триггеры у этих полезных аудиотов. Это, конечно, мозговой центр российских спецслужб, который очень активно работает в Соединённых Штатах сейчас. Я ещё хотела бы, с вашего позволения, зачитать нашим зрителям полностью новость, уточняющую новость об Amnesty International, потому что это очень важное обстоятельство. Для отчёта Amnesty International в СССР использовались показания людей из фильтрационных лагерей на оккупированных территориях, заявил в Украинском центре стратегической коммуникации. Большинство материалов для отчёта было получено в ходе опроса лиц, эвакуированных на временно неподконтрольные территории Украины, территорию Донецкой и Луганской областей или Крыма. В частности, материал собирался на территории фильтрационных лагерей и тюрем. Опрос проводился среди желающих предоставить подобного рода информацию, отметили в центре. Ну, извините, знаете, как это называется? Это соучастие в пытках российских оккупантов над военнопленными и гражданскими заключениями. Это позорнейшее совершенно явление это поведение. На основании вот этой информации надо выгнать, чёртовой матери, с территории Украины. А вот этой Агнешке и Данеле особенно просто предъявить уголовное обвинение в участии в компании российских спецслужб по дискредитации Украины и замораживанию военной помощи Украине. Вот то, что вы прошли, это просто чудовищно. Это сегодня выяснилось, да? Да-да-да, это вот новость, которая буквально этого вечера, это буквально час назад уже есть. Но это всё ставит на своё место. Это всё ставит на своё место. Потому что по содержанию это чудовищные просто тексты были.